Заседание Кабинета Министров началось с минуты молчания в память о Константине Асган. Об исполнении государственного бюджета Республики за 2015 год рассказала заместитель министра финансов Ирма Амичба. Исполнение составило 6 343 086 600 рублей. Это предполагалось показать 6 875 348 200 рублей. По расходам фактические показатели 6 716 743 900 рублей. Предполагалось 7 126 433 000 рублей. Причина подобной разницы в том, что в 2015 году не поступила ожидаемая финансовая помощь из Российской Федерации. Порадовал показателями собственный бюджет, продемонстрировавший перевыполнение. По собственным доходам, если смотреть по всей республике, исполнение составило 3 674 286 600 рублей. Это больше плановых показателей на 168 570 800 рублей. Исполнение расходной части республиканского бюджета составило 4 994 985 000 рублей. Заместитель министра финансов также отчиталось о том, как были распределены бюджетные средства. На общий государственный вопрос 1 249 557 200 рублей. При плане 1 383 574 500 рублей. На национальную оборону было направлено 313 909 000 рублей. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность 962 949 900 рублей. На национальную экономику было направлено 887 897 300 рублей. На образование в 2015 году было израсходовано 257 миллионов рублей. 310 миллионов потрачено на здравоохранение. На статью «Культура, искусство и средства массовой информации» более 227 миллионов. По-прежнему немалые средства уходят на дотации районам республики, хотя большинство из них показали рост собственных бюджетов. В общем, размер дотации на местах составил около 600 миллионов рублей. Бюджет Гагарского района был направлен на 56 265 000 рублей. Бюджету Гудаутского района было направлен на 110 984 400 рублей. Бюджету Сухомского района 25 367 000 рублей. Бюджету Гудрибского района 63 587 000 рублей. Бюджет Чемчирского района получил 115 478 000 рублей. Докладывая о деятельности Министерства по налогам и сборам, глава ведомства Рауф ЦИМС бы отметил, что бюджетное задание выполнено всеми районами, за исключением Ткуарчалского. На это есть и свои объективные причины, пояснил он. Задание выполнено все районы, кроме Ткуарчалского. Там была объективная причина, о которой мы уже неоднократно говорили. Ну там налогоплательщики, те, на которых были спущены планы, показатели не выполнили, те объемы, которые были предоставлены. Уголь, да, уголь. А там другого крупного больше нет. Расходы внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в 2015 году составили 65 885 000 рублей. Остаток средств на 1 января 2016 года – 501 000 рублей. Об этом рассказал председатель фонда Бадри Агроба. Поступление целевых взносов – 46 522 000 рублей. По факту – 40 965 000 рублей. Мобилизация просроченной задолженности – 53 5 300 000. По факту – 1 900 000. Ассигнование из тренц-республиканского бюджета – 20 000 000. 16 860 000 поступило. Сложная ситуация возникла с фондом репатриации республики. Мобилизация просроченной задолженности организации вышла в ноль. Это означает, что накопившийся долг по целевым взносам в размере 12,5 миллионов рублей фондом взыскан не был. Кроме того, по словам председателя фонда Джона Смыр, получить средства инкасса у них возможности нет. Это означает, что фонд не может посредством только банка получить денежные средства от предприятий и организаций. Мы с каждой главой администрации районов и городов встречали, предоставляли им списки должников, и по силе возможности идет это. Черт, у вас никакой угодно. Ноль. А что можно делать, если нет у нас права ревизирования и выставлять на инкасса? У других фондов хоть какое-то движение есть. У нас тоже есть кое-какие движения. Ежегодно растет не только сумма задолженности, но и список должников, отмечает Смыр. Преприятия, вот Абхазская железная дорога, лесхозы, хлебзавод и тому подобное. Ну, я список должников неоднократный в парламенте. Какая сумма? 10 миллионов. Это вся 100%? Да, 10 с лишним. Вот я вам скажу. 1 января сколько было? 15-й, сколько на 1 января? А я вам скажу, еще 3 миллиона мы не дополучили, 13 миллионов на первое текущего года января. Определенные проблемы с отчислениями есть практически у всех внебюджетных фондов. Ситуацию необходимо менять, резюмировал первый вице-премьер Шамиль Адзенба. Также члены Кабмина постановили утвердить отчет об использовании средств резервного фонда Кабинета министров за 2015 год в размере 49 миллионов 889 тысяч рублей, из которых около 4 миллионов было направлено на лечение граждан. 845 тысяч израсходовано на обучение. Материальная помощь, оказанная гражданам республики, составила более 10 миллионов рублей. На финансирование прочих непредвиденных расходов Кабинетом министров было направлено 34 миллиона 419 тысяч рублей.